В минувший понедельник 19 октября на пульт ЕДДС поступило сообщение о пропаже двух человек, выплывших из Сюнай-Сале в сторону Ярселя. Данная информация была незамедлительно передана сотрудникам Ямал-Спас, которые оперативно выехали на поиск потерявшихся граждан. Но ввиду отсутствия погоды поиск пришлось отложить. В 7 утра 20 октября поисковая операция была возобновлена. Лодка, выплывшая из Сюнай-Сале, была найдена в пяти километрах от Ярселя. В ней было обнаружено тело одного из пропавших. Второе было найдено часом позже. Причины смерти устанавливаются. Спасатели предупреждают жителей района, что на Ямале закончился навигационный период 2020 года. Установилась отрицательная температура, рейки начали затягиваться льдом. Всем жителям для сохранения собственных жизней и здоровья стоит воздержаться от выхода на водные объекты. Хотелось бы предостеречь жителей Ямальского района от выхода на лед, так как сейчас установилась отрицательная температура. Водоемы начинают застывать, образовывается корка льда. Напомнить родителям о том, что необходимо провести беседы со своими детьми, указать им о запрете игр вблизи водоемов и на самих водоемах. Стоит отметить, что статистика происшествий на водных объектах в сравнении с прошлым годом ухудшилась. В этом году за навигационный период зарегистрировано 10 утонувших, тогда как в прошлом зарегистрировано 6 утонувших людей. На очередном заседании регионального оперштаба определили сроки осенних каникул в школах ЕНАО. Всем главам муниципалитетов автономного округа рекомендовано установить плановые осенние каникулы в школах с 26 октября по 7 ноября. То есть первым учебным днем второй четверти станет 9 ноября. Данная рекомендация продиктована условиями сложной эпидемиологической обстановки на территории округа. За время каникул в помещениях школ и интернатов будет проведен ряд профилактических мер, направленных на борьбу с распространением COVID-19. В число профилактических мероприятий будет входить дезинфекция всех помещений, школ, помещений, интернатов. Ученики Новопортовской школы-интерната готовятся к конкурсу «Дыхание Арктики», который реализуется по инициативе «Газпром Нефть Ямала» в сотрудничестве с администрациями Ямальского района и местного муниципального образования. В каждой номинации участники будут объединены по возрастным группам 3-6 лет, 7-12, 13-17, 18-25 лет и от 25 лет и старше. По условиям конкурса ученики должны подготовить творческий номер. Но в этом году в связи с периодом самоизоляции школьники готовят свои номера онлайн, записывают их на видео. В этом году ребята решили подготовить постановку «Историю любви в лучших французских традициях». Мы показываем легкость танца в любви нашей. Я сначала выхожу с подружками, мы общаемся, видим зон прекрасный, потом они меня бросают, я сажусь на скамейку и ко мне подходит молодой человек и у нас искры, искра появляется, мы влюбляемся. Конкурс проводится с 15 октября по 15 ноября. В данный момент подготовка видео выступление находится на завершающей стадии. Остается пожелать ученикам новопортовской школы только удачи и реализации всех творческих амбиций, хотя сами ребята в своих силах уверены. Конечно, считаем, что мы сможем победить, выйти на какой-нибудь высокий уровень еще. Мы будем стараться. 20 октября во всем мире отмечают День повара. Это одна из самых популярных профессий на сегодняшний день. Благодаря, в том числе, обилию кулинарных шоу на ТВ, профессия повар стала востребованной и престижной в современном мире. Более того, эту профессию можно назвать безграничной буквально. Специалист, способный из простого набора продуктов сделать настоящий шедевр, легко найдет работу в любой стране мира. Праздник у кулинаров всех мастей появился относительно недавно, в 2004 году. На его появлении настояла Всемирная ассоциация кулинарных сообществ. Она насчитывает внушительное число участников. Там присутствует примерно 8 миллионов поваров из разных стран мира. На сегодня праздник является интернациональным, его отмечают в 70 государствах. Таким образом, данное явление имеет по-настоящему масштабный характер. В этот день всем кулинарам желаем творческого вдохновения, веры в себя и удачи в такой непростой, но очень нужной профессии.